В российском автопроме начинается сезон больших отпусков. Заводы на несколько недель останавливают свои конвейеры. За это время важно провести не только обслуживание, но и перестройку производственных линий, если таковая требуется. Перед каникулами надо загрузить дилеров максимальным количеством машин. Однако Автоваз заставил понервничать. Сборка Гранты из-за нехватки комплектующих остановилась досрочно, а возобновится лишь в середине августа. Впрочем, представители автогиганта совершенно спокойны. По их словам, созданного запаса машин хватит надолго. Так что дефицита главного бестселлера марки Lada возникнуть не должно. А с сентября на предприятии вообще ведут 9-часовой рабочий день. Что касается Горьковского завода, то его инженерам во время корпоративного отпуска предстоит поставить на производство новые версии Газели NN. А ещё доделать новейший Соболь NN. Но мы это говорим вам по большому-большому секрету. Все новинки. Газ покажут на осеннем смотре грузовых премьер под названием Комтранс. Ульяновский автозавод тоже отдыхает. Но перед началом отпуска маркетологи марки УАЗ решили переписать прайс-листы. Вне зависимости от модели и комплектации прибавка составила фиксированные 35 тысяч рублей. Это уже четвёртое подорожание внедорожника за последние 7 месяцев, после которого Патриот теперь стоит дороже 1 миллиона рублей. А потому неудивительно, что продажи УАЗиков растут сильно медленнее среднерыночных. Между тем, российские дилеры начали торговать кроссоверами Hyundai Creta второго поколения. В наличии можно найти почти любую комплектацию, за исключением начальный Prime. Видимо, её банально не поставили на конвейер. По словам продавцов, отгрузки базовой версии могут начаться не раньше сентября, ведь питерский завод корейской марки нынче остановлен на время летних каникул. В качестве альтернативы клиентам предлагают остатки машин первой генерации. Так что сейчас самый доступный вариант купить вторую Creta — это Classic за 1 миллион 270 тысяч рублей. Правда, объявленный головным офисом ценник не имеет никакого отношения к реальности. Дилеры, не стесняясь, прибавляют сверху по 200-250 тысяч целковых. Со средними комплектациями ситуация даже хуже. Как показал наш обзвон автосалонов, дилерские центры не прочь установить допов на 300 или даже 400 тысяч. Так что далеко не топовый автомобиль обойдётся клиенту по 2 миллиона.